Увидеть бездомную кошку, переминающуюся с лапы на лапу, или собаку, жалобно скулящую от голода и холода, не редкость. Жители Саранска реагируют на это по-разному. Кто-то подкармливает и запускает животных в подвалы и подъезды погреться, другие замуровывают их в этих подвалах. Отстрел незаконно и негуманно, но и ходить по улицам с животными, которые могут быть опасны, не хочется. Верный выход – приют. Место выбирали долго, потому что должно соответствовать всем нормам, ветеринарам определенным. Из-за того, что это приют для кошек и собак. По первому этапу мы его завершим 15 мая, быстро возводим из здания. А по второму этапу – это конец мая, начало июня. Приют для животных будет стоять из двух корпусов. Одно здание строится с нуля. Сейчас идет монтаж конструкции, укладка кровли. Здесь будут располагаться вольеры для 100 собак и 150 кошек. Места для выкола, для приготовления пищи, кладовые и комнаты для ветеринарного обслуживания. Здесь будет все, что необходимо четвероногим. Второе здание уже стоит. Оно будет капитально отремонтировано. Заменены окна, двери, проводка. Запланированы внутренние и внешние облицовочные работы. Здесь будут более комфортные условия. Вип-класс для животных, которые остались без опеки хозяев, временно. Проживание и питание котов и собак в гостинице будет платным. Первый этап – это сам приют, а второй этап – это уже как гостиница. Если, например, люди куда-то уезжают за границу, в командировку отдохнуть, с родственниками, то они могут привезти и оставить свои животные, как гостиница. Там кошки, собаки, щенят. Из тех животных, которых отловят, будут там содержаться, люди могут прийти и забрать домой. Полностью решить проблему бездомных животных с помощью приюта не получится. Устранить ее может лишь наше общее неравнодушие. Не нужны красивые слова и умилительные картинки. Хотите помочь – возьмите кошку или собаку в свой дом. Не на время, на совсем. Ведь живое существо – не игрушка. Нельзя выкидывать его на улицу, как ненужную вещь. Проблема бродячих животных исчезнет только тогда, когда человек будет заботиться и перестанет предавать своего пушистого друга. Марина Солонина, Александр Гурьянов. Народные новости.